Hello, my dear friends! Let's do exercise number 7 on page 11. Перерисуй пирамиды в тетрадь и заполни их словами с нужными буквами. Прочитай слова вслух. Вот даны слова, вот даны пирамидки. В пирамидах одна клетка означает одна буква. Здесь слово с одной буквой, здесь слово с двумя буквами, с тремя, с четырьмя, с пятью буквами. Вот отсюда их нужно брать. Здесь также только разница. Здесь произношение гласной будет Э, здесь произношение гласной будет АЙ. Здесь произношение гласной будет И, короткое. Здесь еще отличается пирамида тем, что начинается с двух букв слова и заканчивается шестью буквами в слове. Конечно, все это можно посчитать. Тут шестизначного слова только одно. Да, конечно, можно так сделать. По другому пути тоже можно идти. Второй вариант. Допустим, я разбираю эти слова, подставляю вам, и вы просто переписываете. Но этот вариант не очень хорош. К примеру, если, допустим, я умею ловить рыбу, кому-то тоже нужно поймать рыбу, допустим. И ко мне подходят и спрашивают. Я не умею ловить рыбу, поймайте мне, пожалуйста, рыбку. Ну, я могу, конечно, поймать. Но могу один раз поймать рыбку, второй раз могу и передать, и дать вам. Но когда меня не будет, вы сами не сможете ловить. Моя задача научить вас ловить рыбу самим. Если вы научитесь ловить рыбу, я уже вам не нужна буду. То есть это лучший вариант. Поэтому сейчас я буду показывать, как ловить, то есть как это сделать. А сами уже вы подставите вот в эти пирамиды, без меня. Так, давайте сейчас разберем. Во-первых, здесь непонятно. Здесь написаны какие-то звуки. Их здесь нет. Как узнать? Нужно вспоминать. Это у нас получается вот такой знак. Но в письме это у нас квадратные скобки. Это транскрипционные знаки. Это значит звуки, как они читаются. Значит, нам нужно знать, как читаются вот эти слова. И предлагаю вам, чтобы было легче, сначала переписать вот эти слова в обычный черновик. И далее будем работать именно с этим черновиком. Я сейчас это тоже сделаю. И вот, смотрите, все слова, которые есть в упражнении, я переписала в свой черновик. В том же порядке, для удобства. И здесь у нас идут пирамидки. Задание. Произношение. Э, Ай, И. И здесь количество букв. Сколько букв в этом слове. Что мы должны сделать для того, чтобы решить это упражнение? Нам нужно вспомнить вот это слово, как читается. Вспоминаем. Так, смотрим на слог. Он открытый или закрытый? Он открытый. А как читаются гласные в открытом слоге? Как в алфавите. Это что за буква? Это буква Ай. Ага, понятно. Буква Ай читается как в алфавите, значит будет Ай. И вот у нас есть Ай. Вот это Ай. Сколько букв здесь? Две буквы. Значит, смотрим. Вот. Вот на это место оно подходит. Вот это слово. Вот мы его выбираем. Дальше. Это уже вычеркнуто учебником. И оно уже вставлено вот сюда. И действительно проверяем, правильно или нет. Так, во-первых, это открытый слог. Хоть он и открытый, да, здесь у нас как исключение, поэтому его и поставили нам открытым. То есть не нам решать, а уже учебник дал уже нам свое решение. Оно здесь стоит, будет читаться Э. Дальше. Смотрим вот на это слово. Видим здесь Ай, но видим здесь закрытый слог. Вспоминаем. В закрытом слоге Ай читается как И. Ну, сокращенно короткое И. И видим, что вот этот, значит, будет столбик или эта пирамида с этим звуком. И сосчитав сколько букв, мы поймем. One, two, three, four. Мы поймем, куда его нужно будет вставлять. Вот сюда, значит. И так потихонечку заполняем всю нашу пирамиду. Вот таким образом. Так, сейчас вспоминаем. Это у нас буква Ай. Слог открытый, значит, будет читаться как Ай. Ага, вот сюда подходит количество букв. Сколько? Ну, значит, вот сюда. Ну, там уже. Вот сюда уже вы считаете и ставите это слово. Дальше. Сейчас уже не буду показывать, какому столбику. Это вы уже дальше сами решайте. Пример я показала, как это вставлять, куда. Что это за клетки. Вот эти клетки. Это означает количество букв. Должно быть соответствия. Ни одна клетка не должна оставаться пустой. И в одну клетку две буквы не пишется. Дальше идем. Это у нас закрытый слог. В закрытом слоге. Эй у нас читается как Э. Дальше. Это у нас открытый слог. Читается Ай. Это закрытый слог. Э. Закрытый слог. Короткое И. Здесь слово исключение. Хоть это и открытый слог. Но это слово исключение. Мы про это говорили. Поэтому читается как Э. Хеф. Дальше. Здесь закрытый слог. Поэтому будет короткое И. Здесь у нас закрытый слог. Поэтому Э. Открытый слог. Как в алфавите будет Ай. Здесь у нас открытый слог. Как в алфавите тоже будет Ай. Здесь закрытый слог. Будет сокращенное. И. Короткое. То есть не сокращенное. Немножко оговорилась. Слово little у нас хоть и И в конце, но так как перед И стоят, стоит не одна согласная, а целых три согласных. Поэтому это слово будет как в закрытом слоге читаться. Поэтому здесь будет И короткое. Ли. Тел. Ли. Тел. И вот узнав сейчас и вспомнив, как читаются эти слова, какие звуки здесь используются, вы уже можете просто методом подбора заполнить эту пирамиду.